Буэнос де ясмис, кередус амигос. Ядерно рассветной заряд вашей экрана, это значит, что мы пришли за помощью к какому-то домику. Так, посмотреть задний двор, там будет чувак. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идём. Лучше в доме поговорим. Ну, погнали. Конкретно эта реплика ни на что не влияет. Ты как? Её замёрзло. Зайдём в дом и сразу согреешься. С Алисой здесь надо поговорить. Это, кстати, уже второй дубль. Я эту вилку проебал в прошлый раз. Да. Хоть я снимаю одним кадром, но далеко не всегда одним дублем. Какие-то накладки по звуку, ещё какие-то приколюхи. Как тебя зовут? Алиса. Ха. Схотел, не вышло. У неё температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка её в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Маленькая лысая пиздорылая. Схотел, не вышло. Ху. Хух. Ребёнка. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь реплики тоже не влияют на сюжет. Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Засыпай, Алиса. А вот здесь... Надо бы поцеловать девочку. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Троллин, зараза. Я с ней побуду. Давай негативчик. Я про фотопленку, если что. Так, алгоритмы Ютуба, пошли нахуй. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, ну ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали. Девиант и ребёнок. Отец её избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то её жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела её защитить. И мы сбежали. Я поняла. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит всё больше и больше. И я не знаю, в чём дело. Что-то происходит. Вы с сыном вдвоём живёте? Мой муж умер два года назад. А мы с сыном крутимся, как умеем. Вот овощи выращиваем на продажу. Живём небогато, но еда на столе всегда есть. Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились, как к скоту. Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. Прошло время вернуть должок. Вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока всё не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди! Опа! Мы тут не одиноки. Мы сбежали вместе. Всё мечтали, как мы будем жить на свободе. Я её люблю больше всего на свете. Как жить без неё? Оставим их. Алиса, что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Я думаю, что нам будет проще её уломать, если что. Идём, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Всё в порядке? Нельзя их прятать после всего, что сегодня случилось. Слишком опасно. Алиса... Ты знаешь, что будет, если полиция их найдёт? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят! Адам, мы это уже обсуждали. Нет! Я больше терпеть не стану. Ты пустя жизнь псу под хвост ради этих машин. Они не машины! Они живые! Я живой, ты живая, а они, они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься. Замолчи сейчас же! Всё, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Просто это уже седьмая серия за сегодня... Мне надо тебе кое-что сказать... Насчет Алисы... Не сейчас, Лютер... Так, немножко поставлю на паузу... Так, а где, если что, проебывается адом? На, вон... Оп... Полиция! Это полиция! Ту-ду-ду-ду-ду... Что нам делать? Они знают, что мы дома! Надо открывать! Я знал, что этим хочется! Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь! Я же знал! Наверху! Идём, Алиса! Так, много ли у меня времени? Тридцать восемь секунд! Увидя твой страх, всё кончено! Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Тогда успокойся... И слушай меня! Так, сколько у меня времени? Так, где-то ещё одна улика! Так, осталась ещё одна... А, журнал с рекламой! Девятнадцать секунд, блядь! Ладно, посмотрю, удивляпаюсь, если что... О! Кладовка! Следов девиантов не осталось, ништяк! Справился! Добрый вечер, мэм! Извините за беспокойство! Нам тут поступили сообщения о неких андроидах! На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете! Разрешите с вами поговорить! Можно войти? А, конечно! Спасибо! Добрый вечер, юноша! Добрый вечер! Так... Может, чашку кофе? С удовольствием! У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет? Нет ничего особенного? В доме ещё кто-то есть? Здесь не пиздим! Говорим, что в доме ребёнок! Она наверху спит! А у вас есть андроиды? Нет! Тут нет никаких... Их андроидов! Да иди ты уже, блядь! Наливаем раз-два! Так, улик мы не оставили! Спасибо! Угу... Капазавр пойдёт против часовой стрелки... Улик мы не оставили, кажется... Так, журнальчиком... Не тронул... Как тебя звать, сынок? Адам! Меня зовут Адам! Всё в порядке, Адам! Эти андроиды, они... Он так устал! Весь день сегодня работал в саду! Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет! Нет! Я... Я ничего не видел! Пойду я! Спасибо за кофе! Хорошего вечера! Опа, шум! Списываем на стиральную машинку! Если мы... Не вызвали подозрений... Извините за беспокойство! Если мы не вызвали подозрений... И списали шум на стиралку... Всё будет чётко! В итоге... Коп никого не грохнет! Никто не грохнет копа! Уехал! Не бойся, Алиса! Всё будет хорошо! А-а-а! Это Роуз! Вы приготовьтесь! Уходим сегодня! Вау! Так что вот так... Вообще лучше сначала хавать улики. Во-первых, надо будет ещё вклиниться в разговор. Спрятаться этих двоих наверху. И... Всё, в принципе. Ну что ж. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно. Лоис. Пиписька. И до свидания. Адьёс, братва. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...